привет ты наверняка встречал такой фон в трендовых видео это классика на все времена сейчас я покажу как быстро и просто сделать его в after effects не забудь поставить лайк подписаться на канал и оставить комментарий это очень вдохновляет погнали переходим в after effects создаем новую композицию разрешение 1920 на 1080 30 кадров в секунду 15 секунд создадим название добавим новый solid назовем его background черный цвет ok добавим новый adjustment layer применим на него эффект grid этот эффект можно применить и на сам solid слой но я предпочитаю создавать отдельный adjustment layer назовем его grid в настройках зададим вид слайдер метод наложения это здесь слайдер ограничен 200 пунктами это масштаб если необходимо увеличить можно покрутить здесь либо задать на клавиатуре например 500 но меня устраивает 200 толщину границ задаем 3 цвет выберем немного серой и прозрачность поставим 55 далее на этот же слой мы добавляем эффект turbulent дисплейс именно он позволяет задать нам анимацию силу ставим 30 мы будем анимировать параметры evolution как мы видим он придает вот такое движение сетки переходим в нулевой кадр ставим ключ на параметре evolution горячей клавишей у раскрываем все ключи которые есть у нас на данном слое переходим в конец на 15 секунду ставим здесь два полных оборота теперь если мы посмотрим то когда заканчивается наша анимация и начинается сначала опять с первой секунды происходит вот такой резкий скачок это можно исправить и сделать эту анимацию зацикленным для этого в настройках evolution поставим галочку cycle evolution теперь когда анимация достигает своего конца то происходит как бы такая плавная склейка то есть параметр анимации в конце слоя и в начале соответствует таким образом можно создавать зацикленную анимацию в целом наш фон уже готов но как можно сделать его более интереснее выберем наш слой с фоном применим на него эффект gradient ramp я хочу сделать чтобы низ был черный а верх слегка серого цвета здесь для верх не применяем пусть будет вот такой темно-серый цвет окей теперь мы если приблизим то мы видим вот такую ступенчатость градиента как это можно исправить для этого применяем на этот же слой выделяем применяем эффект noise и ставим значение буквально один процент и также применяем эффект размытия gaussian blur и ставим тоже единичку все теперь мы избавились от этой ступенчатости у нас ровный градиент от черного к серому я подкорректирую сделаю здесь немного темнее вот что у нас получается давайте еще создадим новый adjustment layer назовем его optic и применим на него эффект optic compensation этот эффект позволяет задать искривление поверхности вот такое как на старых телевизорах поставим галочку reverse lens это позволяет реверсировать изгиб в обратную сторону и поставим значение пусть будет 35 таким образом мы достигли такого искажения по краям сетки вот как выглядит с эффектом и без эффекта можно увеличить значение да я оставлю такие параметры вы также можете изменять свой фон например можете менять цвета то есть здесь можно задать какой-то такой цвет на этом все наш фон готов вот и все теперь ты умеешь создавать такой стильный анимированный background надеюсь урок был полезным если да лайкни это видео и подпишись чтобы не пропустить новые туториалы и фишки для твоих проектов а если хочешь еще больше полезного контента залетай в telegram там тебя ждут бонусы факт с такими фонами в разных цветовых вариациях и файл этого проекта а также эксклюзивные материалы которых нет на youtube спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео